Здравствуйте! Это программа «Диалог для вас». В студии работает Дарья Давыдова. Сегодня у нас в гостях Алексей Кучин, руководитель штаба по организации форума «Нефтяная столица». Именно эта уникальная образовательная площадка – центральная тема нашего диалога. Сегодня Алексей приветствует. Здравствуйте! «Нефтяная столица» пройдет уже в Югре в третий раз, и в этом году местом проведения стал Нижневартовск. Почему? Неужели это приурочено к 55-летию самотлорского месторождения? Или же, в принципе, сама идея форума такова, что мы не привязаны к какому-то одному муниципалитету и движемся по региону, чтобы охватить как можно больше молодых ученых? Действительно, когда мы этот форум проектировали и планировали, причинально была идея сделать брендную «Нефтяная столица» не конкретный город в Югре, а сам наш регион. Конечно, действительно, это место, где решаются все важные задачи, связанные с нефтегазовым промыслом. И идея была, чтобы форум кочевал каждый год, проходил в новом муниципалитете, показывал этот город и приезжим гостям, и, собственно, позволял местным и ученым, и компаниям себя показать в выгодном свете. Перед форумом прошли в Саргуте и Хантаматистске, и настала очередь Нижневартовска. Это действительно третий по размерам город округа, это действительно есть и приятные поводы, 55-летие самотлора, а также планируемое в скором времени добыча 12 миллиардной тонны нефти, что тоже очень важно. Вот поэтому, в связи с этим, мы выбрали Нижневартовск. Форум «Нефтяная столица» — это множество мероприятий, это и пленарные заседания, круглые столы, это конкурсы, это обсуждения, это наверняка дискуссии. Одна из площадок — это выставка. Алексей, что это будет за экспозиция, что гости, участники смогут увидеть и узнать на ней? Ну, сама идея форума, она, в первую очередь, завязана на инновации, и мы, когда здесь проводим все эти мероприятия, они направлены на то, чтобы создавать что-то новое в науке, в технологиях, в инновациях. И выставка здесь тоже необычная, у нас проводятся отраслевые выставки в регионе, их довольно много, но это выставка, распространенная инновация, то есть здесь не будет тракторов, камазов, здесь вот что-то, что создает новые смыслы, новые технологии, их можно презентовать в рамках научной работы. Это роботы, да, наверное? Какие-то программы, может быть? По-разному было, в году, допустим, у нас были вещи, связанные с виртуальной реальностью, были вещи, связанные с управлением энергетикой, с рапортизированными технологиями, с зачаткой искусственного интеллекта, то есть все то, что может качественно изменить структуру отрасли. Вообще идея форума такова, что мы хотим создать такой замкнутый цикл. Знаете, когда начинается с того, что человек приходит к своей идее, какой-то, может, научным проектом еще, он здесь его пробует, обкатывает, изучает, с помощью экспертов, потом это перерождается в уже какой-то коммерческий проект, здесь же у нас в форуме проводится комплекс инновационных проектов, где можно получить финансирование под свою идею уже, которую можно реализовать. И, конечно, так уже в виде готовой технологии он попадает на выставку, где специальные заказчики, компании нефтегазовые, сервисные компании, могут уже и приобрести, то есть создать полностью цикл создания инноваций от идеи до продукта. Часто, кстати, заключаются какие-то контракты на таких выставках, они вообще пользуются популярностью? Вот такие инновационные идеи или же пока осторожно больше пробуем, нежели берем и внедряем? Действительно, ну, отрасль довольно консервативная, и сказать, что у нас здесь заключается много контрактов, пока, к сожалению, нет. Но, опять же, форум довольно молодой. Каждый год на выставке выставляется около 20 компаний или 20 коллективов, которые что-то презентуют. Насколько я знаю, некоторые из них действительно получают здесь контракты с сервисными компаниями и технологии, что и обкатывают на реальном производстве. Одно из главных мероприятий форума – это международная научно-практическая конференция технологий будущего нефтегазодобывающих регионов. Кто приедет, кто примет участие, о чем будете говорить? Это может быть трудноизвлекаемые запасы нефти, это может быть геологоразведка или же цифровизация. Я буквально час назад приехала из торгово-промышленной палаты, где идет работа с участием правительства региона, с федеральными экспертами, обсуждают как раз будущее промышленности, будущее производства. В том числе упомянули энергостратегию нашей страны. И самое интересное, что в ней нет такого понятия, как запасы, и очень вскользь сказано о трудноизвлекаемых запасах нефти. А я так понимаю, что именно в этом наше будущее и будет заключаться. Да, в том числе действительно важно уже сейчас разрабатывать технологии, это позволит нам работать с месторождениями, которые себя на данный момент исчерпали, бороться с падением добычи, добиваться более глубокой переработки. И целью конференции мы здесь проводим, может быть, не совсем классический формат конференции, здесь мы собираем не только молодых ученых, которые работают в отраслевых вузах, студентов, аспирант, предъявляют науку, но важно собрать ребят, которые этим занимаются у себя в компании. То есть мы здесь как раз вот собираем лекцию работы в Лукоиле, в нефтегазе, в Газпроме и в стиле классической науки, то есть чтобы они были международные связки, чтобы они имелись идеями, видели, чем сейчас занимается Луко, а с другой стороны видели, что находится на производстве. И вот из этой синергии ротался какие-то новые смыслы, новые проекты. Основные тематики, правильно сказали, это добыча, и в том числе сложноизвлекаемых запасов, это переработка промышленная и зеленая технология. Это окружающая среда, да, во главе угла сейчас. Международные носят НПК-статус, из каких стран еще будут участники? Ну, регистрация до сих пор еще идет. Мы ожидаем, вот по прошлому форуму у нас было около тысячи участников из 16 стран мира. То есть действительно это международная площадка. Сейчас мы планируем, может быть, цифру чуть ниже, но качественно, я думаю, это будет не хуже, чем в прошлые годы. В первую очередь это страны нефтедобывающие, это Норвегия, Азербайджан, это страны, где есть много сервисных компаний, допустим, там Германия, это Япония, это, конечно, Китай. Ну, в этот форум китайский участие пока не зарегистрировано, но география в форуме сегодня довольно обширна. Еще одно ключевое событие, это конкурс инновационных проектов. Это как раз то, о чем вы говорили. Это когда молодой ученый приходит со своей идеей и нуждается в ее поддержке, чтобы его направили, подсказали ему, куда двигаться, как ее доработать до готового продукта. Ну, это даже не совсем идея. Здесь уже все-таки люди приходят с проектами, с бизнес-планами, с какими-то прототипами. То есть когда идея уже перерастает в некий промышленный образец. И чтобы дать толчок развитию и запуску какой-то пробной серии или оформлению этой непосредственно уже в продукт, если смотреть в этом конкурсе, получить финансирование, ну и в следующем году, скажем, выйти уже на выставку с готовым образцом, который можно... Тиражировать, да? Тиражировать, продавать, да. Это правильно. И хорошо, что такие проекты у нас рождаются в наших территориях. И нам нужно это как раз и поддерживать. В рамках форума состоится и мероприятие для совсем молодых, я так понимаю, еще будущих пока нефтяников, да, это зимняя школа. Там ведь даже ученики общеобразовательных учреждений могут принять участие. А в чем ее смысл заключается? Действительно, сейчас в этом году проводится зимняя школа совместно с Санкт-Петербургским горным институтом. Задача собрать здесь талантливых молодежь, это студенты и школьники, все около ста человек, показать им, во-первых, как устроен наш газовый сектор, во-вторых, провести массу образовательных мероприятий, там у них будут и лекции, и практические площадки, решения кейсов, бизнес-игры. Они отличают форму, естественно, не два дня, а целую неделю. Ну и дать вот такой вот интенсив и мощный стимул понять, нужно ли, хотите ли в этом отрасли развиваться, какие здесь есть перспективы. И уже с школьной комиссией называется профориентацию это вести. Ну это интересно, кстати, так сказать, слезть с нефтяной и газовой углы, диверсификации экономики, эти темы постоянно на поверхности уже несколько лет, на абсолютно различных кружных конференциях, каких-то мероприятиях, собраниях, заседаниях и так далее. Но тем не менее форум «Нефтяная столица», развитие нефтедобывающей отрасли, новые технологии продолжаем внедрять. То есть мы будем, собственно, с этой иглы-то нефтяной слазить, или это все не так легко, как вот это все говорится? Я думаю, здесь тоже разумный подход, понимаете. Так или иначе, самые силы нашей компетенции, нашего региона, как раз находятся в нефтегазовом секторе. И не нужно их стыдиться, наоборот, нужно стараться их развивать и становиться лучшими, лучшими в стране и лучшими в мире. И если мы будем эту работу делать более качественно и эффективно, мы будем добывать более сложных месторождений, и мы сможем более глубоко перерабатывать и делать это лучше, чем остальные, то эти технологии за ними будут будущим нашим регионом. В прошлом году была такая тема на форуме, что вот действительно добыча падает, что из другой стороны вроде спрос может упасть, и вот электромобили, развитие, альтернативная энергетика, да, и не будут требоваться только топлива, бензина, дизеля и так далее. И вот нефтедные компании все говорят, да мы только рады, что если мы будем нашу нефть, может быть, тем меньше добывать, зато перерабатывать глубже, делать продукты с большей маржинальностью и продавать. Поэтому здесь, вот как простор, лесок технологий, для того, как использовать нефть, не просто сжигая ее в котлах для отопления, да, а получая из нее продукты с высокой добавленной стоимостью, это вот то, чем это надо заниматься. А вот интересно, сколько нефти надо России? Искали ответ на этот вопрос, может быть, он уже известен. Считали, хоть раз брались на форумах двух предыдущих, и будете, может быть, на третьем этот вопрос обсуждать? Сколько нефти нужно России? Ну, столько добываем, столько потребляем. Да у нас есть баланс спроса и предложения, и нефтяная отрасль должна удовлетворять, как минимум, в данный момент у нас нет в стране дефицита нефти, нет дефицита нефтепродуктов, но то есть сейчас у нас баланс есть. Но задача стоит в том, чтобы прогнозировать его на будущее, как спроса, так и, собственно говоря, предложения. Понимать, где мы будем добывать, как мы будем добывать, как мы будем перерабатывать. Вот на эти вопросы, в том числе, должны получать ответ на этом форуме в рамках наших дискуссий, наших круглых столов. И я думаю, эти вопросы будут подниматься не раз. Понятно, что флагманы нефтяной столицы, это такие большие нефтяные и газовые гиганты. Это Лукоил, Сургутнефтегаз, это Газпром, это Роснефть. А малые предприятия вообще вовлекаются вот в эту отрасль сейчас? Или все-таки на откуп отдано таким большим, уже зарекомендовавшим, закоренелым компанией? Форум имеет статус открытого, то есть любой части может посетить любые мероприятия по участию в круглых столах с топ-менеджментом, с ведущими чиновниками, с отрасльными экспертами. И в том числе, для маленьких компаний это интересная площадка, где они могут узнать, какие существуют тренды, куда наша отрасль движется, о чем думают топ-менеджменты крупных компаний. Поэтому каждый год приезжают люди походить, послушать и высказать, в том числе, свое мнение. Кроме всего прочего, Нижневартовск, чем отличается Крансурт или Кантамасийска, там есть много сервисных компаний, у них там нет такого одного монополиста, монопредприятия, и поэтому здесь площадки будут еще более разнообразны, то есть представлены компаниями. Но это отличная возможность и наладить деловые контакты, и, собственно говоря, узнать, что ждет нас в будущем. Итогом форума что должно стать, Алексей? Это какая-то резолюция, это может быть какая-то программа дальнейшего развития, может быть вообще план действий непосредственно конкретный, который правительство условно потом возьмет и будет реализовывать? Резолюция форума, конечно, будет, и будут намечены направления, куда нужно двигаться, но я бы сказал, что для меня главным итогом форума это будет налаживание контактов между, в первую очередь, молодежью, молодежью из разных регионов, из разных стран, как те, кто занимается классической наукой, так и те, кто работает на производстве, это запуск новых проектов, это вовлечение компаний в финансирование этих проектов, вот это скорее более важная вещь. Ну и, нужно отметить, что мы сейчас много гостей, больше половины будут, собственно, приезжие, и важно, чтобы они видели нашу игру, видели, что есть определяет регион, понимали, что действительно мы методная столица России, и как нам нужно носиться. Поэтому, помимо основной программы, запланирована большая культурная программа, это экскурсии на производство, это и знакомство с местной культурой и традициями, с коренными народами, вот. Поэтому здесь будет довольно интересно, все два дня, я всех желающих приглашаю еще раз поучаствовать, пока это можно сделать, для этого нужно подать заявку через сайт, и можно прийти просто к слушателю, посмотреть, собственно говоря, чем живет наша отрасль. Самому, так сказать, изнутри познакомиться с этим. Алексей, спасибо. Это была программа «Диалог», я желаю вам только хороших новостей. До встречи в эфире.